Сейчас у нас член Совета Федерации Людмила Бокова назначена в правительство Российской Федерации. Для области, конечно, это хороший показатель, и я у себя отмечал как раз ее работоспособность, ее желание и умение работать. Помню, когда она как один из лучших учителей города Саратова была номинирована в список Единой России в Государственную Думу. Это было. Дальше, вы посмотрите, она фактически занимается самообразованием, она познает новое, фактически переходит уже на работу в цифровую экономику, в медийное пространство. И то министерство, в котором она будет работать, это уже фактически другая ее специальность, которую она, честно говоря, хорошо изучила, освоила, потому что постоянно была от Совета Федерации докладчиками и разработчиками тех или иных законопроектов. Одним словом, я считаю, хорошо, когда представители региона занимают такие позиции. Людмила Бокова, я уверен, будет отзывчива, потому что вот она и работая сенатором, часто приходила, давала предложения по разработке законодательных каких-то инициатив, поэтому, думаю, и в министерстве она будет также к региону трепетно относиться. Хотел бы уточнить, по освободившемуся месту в Совете Федерации, кандидатура на замену Бокова вообще не обсуждалась? Не обсуждалась. Это же решение вчера вечером состоялось, сегодня как бы с утра, поэтому у нас есть срок, у нас есть процедура, как это делается. То есть, значит, президиум рассматривает эти вопросы, подает решение в Генеральный Совет партии, Генеральный Совет проводит встречу с кандидатами, изучает эту тему, утверждает, и только потом мы ее запускаем через областную думу в Совет Федерации. Или даже какого-то круга кандидатов? Пока нет. Это вот, ну, один день произошло. Поэтому тут и никто и не спешит, что вот надо бегом-бегом дать любую... Нет, здесь никто никого не торопит, здесь есть процедура, вот, поэтому мы в рамках процедуры все эти вещи будем решать, проведя все консультации. Спасибо. Спасибо.